Торжественная обстановка и дружеские рукопожатия. Председатель фонда «Памятник Победы» Пётр Кащенко передал средства на возведение «Памятника Победы» в Липецке главе города Михаилу Гулевскому. Мэр наградил Петра Кащенко медалью во славу Липецкой области. Ветеран собрал почти 3 миллиона рублей. Это добровольные пожертвования представителей бизнеса, общественных организаций и просто неравнодушных липчан. Солидные средства на строительство памятника предусмотрены и в бюджете города Липецка. Сегодня передача средств, собранных с народа, так скажем, может быть где-то по копейке действительно, но это пример единения, пример умения россиян объединиться и самое главное, помнить о том, что человек жив до тех пор, пока о нём помнят. Этот памятник будет служить веками, объединяя россиян. Ранее было много споров о том, каким должен стать памятник, но в итоге за основу будущей стелы взят эскиз известного липецкого скульптора Игоря Мазура. Михаил Гулевский согласился с ветеранами и принял решение установить памятник Победы на одноимённой площади. Высота конструкции составит 38 метров. Кроме того, фундамент облицуют качественным полимерным белым мрамором и благоустроят газон вокруг. Конечный вариант сооружения будут представлять собой ансамбль, состоящий из стелы Победы, возвышающийся на кургане. К ней будут вести четыре ступени, каждая из которых олицетворяет год войны. Увенчают конструкцию Орден Победы. Именно таким памятник хотят видеть ветераны, вызывающим чувство гордости и благодарности. Большое спасибо всем гражданам города Липецка и Липецкой области, которые приняли участие в этой акции. На сегодняшний день в России это единственный памятник такого размера. Строительство постараются завершить к юбилейной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Галина Кузнецова, Роман Авраменко, Липецкое время.